А сейчас со мной находятся люди, которые только что шли в колонии Бессмертного полка. Это Наталья Константиновна. Расскажите, пожалуйста, про своего дедушку, я так понимаю. Дедушка? Да, мой дед. Рядовой артиллерист Голованов Епифан Никифорович. Он три войны прошел. То есть начинал в 1939 году. Финскую войну его призвали. Потом сразу переключился с немцами. Война началась в 1941 году. И потом война закончилась с немцами. Он до Кеннезберга дошел. И их часть перебросили на Сахалин. Он здесь с японцами уже воевал на Дальнем Востоке. Ничего себе у вас был дед. Ни разу ранен не был. Ни разу. И вот очень такая трогательная история, почему он считает, что его спасало от пуль. У него вот в гимнастерке, вот тут возле сердца, вот прям в этом кармане, лежала фотография его маленькой дочери. Это моя мама. И он считал, что она его, как ангел-хранитель, сберегла от пуль, от ранений. И вот он прошел всю войну. И потом, когда вернулся домой, взял ее на руки, маленькую девочку, целовал ее, обнимал. Она говорит, я это помню, вот хорошо мне рассказывала, что вот он причитал и говорил, что вот это ты меня спасла, ты меня спасла. Целовал ее. Вот так вот трогательная такая история. Действительно, очень трогательный рассказ, трогательная история. Но от защитников Отечества прошлого, защитников Отечества настоящего. Один из них стоит прямо рядом со мной. Это десантник, танкист, майор в отставке, офицер морской пехоты. Владимир Иванович Макаров. Владимир Иванович, вы, наверное, где только не были за годы службы. Кстати, сколько их было этих лет? Ну, если вместе с училищем, то 16. А если в морской пехоте служил 12 лет. Дивизия, 55-я дивизия морской пехоты. Побывали, наверное, и в горячих точках? Ну, как. Раньше они не назывались горячими, но Эфиопия, Йемен, 86-87 год. Внесли службу боевую. Я был командиром танковой роты в составе десанта. На боевом корабле, десантный, большой десантный корабль Иван Рогов. Вот вы, как офицер, которые прошли столько мест, сложных, безусловно. Что вы чувствуете сегодня, в День Победы, 9 мая? Ну, я думаю, сегодня все люди чувствуют праздник, во-первых. Сегодня такой прекрасный солнечный день. Сегодня мы все празднуем, это единственный праздник, я считаю, в России, такой, который выходит столько много народу. Ну, чувство гордости за нашу победу, за наших ветеранов. Чувство гордости за наш народ, за нашу Родину, за Россию. Если посмотреть, вот колонна все идет, идет. Сколько народу приняло участие в шествии бессмертный полк. С каждым годом все больше и больше. Вот это радует, что единение, радость, победы. Действительно, думаю, эти многие чувства, думаю, очень многие люди разделяют эти чувства, в том числе и мы. И мы продолжаем работать на улицах города и подробности расскажем еще далее. Спасибо. Спасибо.